Добрый вечер. Я знаете, о чем сейчас хочу с вами вспомнить? Ну, во-первых, на самом деле отбирали только-только самых-самых. Во-вторых, обратите внимание, время какое было, вспоминайте. Девочки носили одежду своих мам, да? Одно на двоих платьях вымыли, или блузское и так далее. А мальчики пытались ходить в спортивных штанах с лапастами. А Фрумин очень даже это не любил. Он интеллигент, да, воздат в игре, поэтому вам приходилось мачки, если вы помните, все-таки цивильную форму, так скажем, иметь. Да, я учила, я помню два или три класса, но я вижу, что здесь есть ребята, мы уже с ними поговорили, с кем мы даже до 11 класса дошли. Очень приятно видеть. Но я вам сейчас, ребята, хочу рассказать одну историю. Я уже ее однажды рассказывала. Их, правда, здесь, этих ребят нет. Так, Дегтярев и Пономарев. Нет их, да? Женя и Денис. Я расскажу. Рассказываю следующее. Дело в том, что каждый из вас прошел через творческие, дипломные работы, да? Я не помню, кто кому предложил. Мы решили сделать творческую тогда работу по теме взрывчатых веществ. Так, мальчишки сказали, что у нас в технологическом институте на кафедре взрывчатых веществ есть родственники или знакомые, я не знаю. Давайте мы здесь в школе кое-что сделаем и еще туда сходим. И там тоже сделаем. И все получится у нас. Но я же не могу их при получении взрывчатых веществ одних оставить. Мы получаем, они, значит, очки одели защитные, халаты мы на себя докинули, получили взрывчатое вещество. Я на выкиньте луке держу над раковиной. И вдруг это взрывчатое вещество, именно как взрывчатое повело, оно разлетелось по всей лаборатории мелкими красными пятнами. И со взрывом разлетелось искры кругом. Мы опешили, застыли, даже вздохнуть не смогли от страха, естественно. Потом видим, что мы живы, мы посмотрели друг на друга, мы так засмеялись громко, что снова послышали взрывы. Почему засмеялись? Потому что мы все были в этом, срочные волосы, лицо, одежда, мы все были. С ноги на ногу мы переступали и в это время все грохотало. Ну, сколько можно? Надо же убирать с пола. Пономарев Денис говорит, я возьму сейчас швабру и буду. И вот как Кёрдинг играют, да, вот он этой шваброй. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все взрывается. Мы стоим ни живы, ни мертвы, но уже более свободные, конечно. Обмывая себя, вот так вот проведем по волосам взрыв, вот так проведем взрыв. То есть, короче говоря, мы вот таким образом умылись после получения этого вещества. Все они там написали, мы с ними все сделали, все хорошо. Занимаем первое место в районе. Идем на край. Раньше дети наши ездили сами, мы их не сопровождали. Они съездили, я не знаю, по-моему, в дворцы Пенера, что ли, краевые выступления были. Приезжали, воскресенье было. У нас, по-моему, во вторник урок, я понедельник их почему-то не увидела. И говорит, радостно. Говорит, ну, думаю, раз там первое место, может, и здесь тоже стало. Радостно говорю, ну, как, мальчишки? Смотрю, они все съеженные сидят, все такие. Я говорю, а как? Галина Ивановна, нас вообще-то сказали, в милицию заберут, и родители наших заберут, и те, и нашу работу забрали, и мы вообще там едва жилы остались. Я говорю, а почему? А сказали, как это вы, интересно, взрывчатые вещества получали? Да еще, а кто, интересно, вас в лабораторию вводил? Назовите фамилию. В общем, мальчишки сидят перепуганные насмерть. Мне неприятно, конечно, потому что, сказали родители, я вот не помню, сейчас вы мне скажите, или КДБ было, или ВСБ уже было. Вызови туда-сюда. Короче говоря, думаю, что мне-то делать? Я мальчишку говорю, мальчики, вы все валите на меня. Я виновата. Но я вам честно должна сказать, что я была уверена, что если что-то возьмутся за меня, Фрумин меня защитит. Я была в этом уверена до 100%. Короче говоря, я не знаю, как там родители приглашали, нет, скорее всего, что нет. Просто работу забрали, изъяли, и таким вот образом. То есть мы все остались живы-здоровы, и таким образом тема взрывчатые вещества нами была, конечно, освоена. Но я вам должна сказать, вот так, недавно за столом сидим с родственниками, у меня один взрослый судья, и я рассказываю это в случае. Он говорит, ну ты, Далина Ивановна, даешь. Это же назвал статью и сколько лет.